Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале «Приют Ангела» с вами народный батюшка мира и добра вам от Пресвятой Троицы. У меня сегодня опять маленькое напоминание о ролике, где я рассказал, что нужно в Крыму можно три программы предположить. Одна программа — это реабилитация, то есть сделать Крым таким большим санаторием. Для этого и направлен туда митрополит Тихон Шевкунов, чтобы всё это сорганизовать. Но есть варианты, что туда могут переселить палестинцев или переселить израильтян. Очень широкий отклик этот ролик вызвал. Больше всего негативных, конечно, те, которые услышали два варианта, хотя на самом деле это была предупреждающая от этих вариантов публикации. Но сегодня ещё интересная вещь. Андрей Шаповаленко, по-видимому, живущий в Украине, скинул мне скрин о том, что мой ролик размещен в какой-то украинской униан-издательстве, где на него ссылаются, но они его подписали, интересно. Они написали «Ребилитация миллиона раненых в Крыму». На нём написали. Потом некоторый текст, а потом среди оккупантов уже около одного миллиона раненых, говорит поп РПЦ, это якобы. А они не верили. И вот он мне скидывает этот ролик и говорит «Посмотрите, и лучше, наверное, дать какую-то дополнительную информацию, не думая, что вам такая реклама нужна». Ну, то есть, конечно, отрицательная реакция, что я говорю о миллионе раненых. И радуется украинца, что они вот так много знают теперь, что так много раненых. Я якобы сообщил, что их столько. Я, честно говоря, не знаю, сколько раненых. Но я ему ответил, а им что не выложи, они могут перевернуть. У меня миллион не раненых, а повреждённых участием в войне. То есть, я считаю, что реабилитации нужно всем, кто побывает на передовой, на этой войне. Да не только на передовой. Нужна семьям этих воинов, которые там сейчас находятся. Потому что тоже в огромном напряжении. И, конечно, семьям погибших. Я не знаю, сколько у нас погибших, но у них есть семьи. Родителям. А семьи погибших – это не один человек. Это, как правило, три, четыре и так далее. То есть, если мы умножим количество действительно раненых, не я, а из ДНР, глава ДНР говорил, что с применением кассетных средств в пять раз увеличилось количество раненых у нас в войсках. Хотя не очень сильно они ранят, эти кассетные бомбы, но увеличилось количество. Так вот, общее количество, я даже думаю, больше, так называемых, поврежденных, на кого повлияла эта война. И они впали в депрессию, в апатию, в истерику. Ну, в такие. И это всё нужно. О чём я и говорю. Что миллион. Прежде всего, это психические расстройства. Но им всё лыко в строку. Грамотно работают. Наша пропаганда сильно отстаёт. Я ему говорю. А он мне отвечает. Это точно. Но честно, в наше время информации все слушаем невнимательно. Признаться, я сам воспринял, как раненые. Психических больных, безусловно, и это участники, и мирные люди Донбасса, и просто жители России, у которых погибли, а ещё хуже, без вести пропали близкие. Дай Бог всё-таки скорейшего окончания. И в разумлении люди. В общем, поздравляю, вам сделали рекламу. Плачет. А работают, да, хотя смотрю, правда, всегда равно доходит до многих уже на Украине. Всех благ. И здесь вопрос. Плохо они сделали то, что они разместили мой ролик вот под таким соусом, что я якобы называю, что нужна реабилитация миллиону Радлина. Или хорошо. И то, что я сказал, я считаю хорошо, потому что я всегда настаиваю на том, что у нас огромный рекреационный потенциал Черноморского побережья. И Крым – это действительно огромный санаторий, в котором, конечно, очень много нужно сделать, но он может повлиять на всю психологическую обстановку в стране, если туда будут ездить много дети, взрослые. Ну, прежде всего, конечно, те, кто сейчас участвует в самых горячих местах и самых горячих точках. Но точно так же у нас такая же возможность по Сочинскому или здесь, как сказать, от Джубги, да у нас и Азовское море прекрасное, там все это можно делать. У нас потенциал южный очень хороший. Если еще присоединиться к нам в союз войдет Абхазия, а я думаю, что она станет в союзном государстве третьей после Белоруссии, и мы будем опять единой страной, то потенциал будет огромный. Но нужно наладить всю эту деятельность, нужно все это сделать, иначе сколько ни вкладывай в депрессивное население, оно никогда все равно никаких экономических успехов не сделает. Только здоровые люди могут действительно поднять страну, размножить эту страну, увеличить. И в том числе и дети точно так же. Так вот, в этом вопросе есть еще и другая сторона. Сторона того, как работает пропаганда. И я уже сколько раз говорил о том, что наши СМИ работают, к сожалению, недостаточно. Иногда отвратительно. Уж до того, как из него сбежало огромное количество тех, кто до этого прямо были патриоты, патриоты, то есть страна их взяла как, значит, светочи, звезды, патриотизма. На них попытались построить нравственные, можно так сказать, ориентиры для молодежи. Кумиры у нас. Вдруг они сбежали. В том числе и СМИ. И что оказалось? Оказалось, что они все притворялись, что у них патриотизм только пока не затронуты их кошельки. А как только появилась опасность, что их счета за рубежом кто-то заберет, их виллы кто-то конфискует, так сразу все, они продались, и теперь с другой стороны все это льют. Но наша пропаганда, даже оставшаяся, тоже недостаточно работает. Но при этом, что я вижу? Во-первых, конечно, есть те, кто еще думает, куда ему, туда или сюда, и на грани такой живет. И я, как понимаешь, сейчас очень величины зарплаты некоторым, чтобы они все-таки действительно остались. Но они работают на тех, на сих. Некоторые стараются заработать, и работают более активно теперь на патриотизм. Но у любой пропаганды есть две стороны. То есть, сторона лжи, которой пользуются лжецы, мерзавцы, то есть, так называемые «желтые пресса», и сторона правды, которой мы считаем, что есть и должна быть главной у нас, значит, идеологией нашего СМИ, которая говорит добрую правду, которая говорит ту правду, которая поднимает население в духе, в моральном духе и в патриотическом духе, если хотите. Так вот, я ему скинул, просто есть такое высказывание у Дмитрия Сергеевича Лихачева, у моего любимого Дмитрия Сергеевича Лихачева. Опять говорю, что канонизировать надо Лихачева, тоже святой, ученый, но святой. Где он однажды высказался, вот про такие СМИ, которые такие публикации, как мою, сканировали, разместили. «Мерзавцы всегда одерживают верх над порядочными людьми, потому что они обращаются с порядочными людьми, как с мерзавцами. А порядочные люди обращаются с мерзавцами, как с порядочными людьми. Глупый не любит умного, необразованный – образованного, невоспитанный – воспитанного» и так далее. И всё это прикрываясь какой-нибудь фразой «Я человек простой», «Я не люблю мудростований», «Всё это книжные идеалы» и так далее. «А в душе – ненависть, зависть, чувство собственной неполноценности». Высказал Дмитрий Сергеевич Лихачёв. И в этом-то на самом деле и есть вся суть, в том числе СМИ, прессы и других адептов той или иной страны, то есть страны зла или добра, где мерзавцы, как он говорит, всегда к хорошим людям применяют свои методы, называя их мерзавцами и как будто к мерзавцам. То есть они на всё, что хочешь, способны. И поэтому я вообще не удивился, что взяли и мой ролик перевернули и подписали то, чего в нём нет. Нет, там есть, что надо реабилитировать, но и вы согласитесь, что больше миллиона наберётся тех, кого надо бы в Крым отправить, как в принципе и писали люди, что «а чё бы нас из Сибири туда не отправить, а чё бы нас с Урала туда не отправить? Всех, кто пострадал, надо через санатории и через Крым и другие южные санатории провести. Это я поддерживаю». И он мне отвечает, «Не знаю, никогда мерзавцы не одерживают победы. Внешне может быть, а на духовном никогда. Да и на внешнем стороне правда – сила». Правды – сила. Так он написал, отдыхайте. Абсолютно прав. То есть, конечно, как говорится, лукавый всё время борется, 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 но никогда не побеждает. Но в этой борьбе мы с вами неоднократно говорили, что вовлекаются люди, и они могут быть на той или другой стороне. Больше того, ещё раз повторяю, когда они на стороне зла, то прикрываясь или имея глупость, наглость, бессовестность и так далее, они активнее. Они активнее, злоактивнее. Поэтому я вот абсолютно не обращаю внимания на то, как они пишут эти комментарии там, или просто удаляю и всё. Потому что я знаю, что только начни с этим разговаривать, он завалит тебя вот теми самыми гнусностями, которые предполагает Лихачёв в их действии. Так что ничего страшного, дорогой, что всё это произошло. Мне кто-то звонит. Надо ответить. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А это Михаил? Он. А вот я сейчас смотрю ваше видео, у вас ноги болят, да, колено? Болят. Да, вот смотрите, записывайте, потому что вы где живёте вообще? Какая область? Далеко, в Ивановской области. Ну, это не так далеко. Мы в Нижегородской. Записывайте, если у меня болело колено, я вылечила за 10 дней. Записывайте. Давай. Записываем. Ложка чайной воды. Понял. Две ложки соли чайных. Отлично. Хорошо. Две ложки с мёду чайных. Так. И одна ложка миновазина чайная. А, миновазин обязательно, да? Да, да. Вот это всё перемешиваете. Так. На ночь намазываете. Так. Потом обвязываете целлофаном и завязываете, ну, чтобы спать, чтобы не промочить ничего постель. Ну, а если отдельно миновазин не пробовала? Нет. Миновазин отдельно – это хорошо. Он обезболивающий. А вот это всё вместе – это вообще прекрасно. А что она делает всё это вместе? Вот какой элемент, что делает? Значит, мёд согревает. Согревает. Миновазин обезболивает. Обезболивает. Выводит все вот эти вот… В общем, опухоль у вас спадёт. Как? Нога у вас заживёт. Это правда. Я вам ничего плохого не сказала. Я просто думаю, как же… Хорошо, да. Надо же вам позвонить. Как зовут тебя? Как зовут тебя? Меня Люба зовут. Любовь. Вот. Да. Где ты в Нижегородской-то живёшь? В Нижегородской город Шахуни. А, в Шахуни. Ой, у меня там знакомый, там этот певец-гитарист у вас знаменитый. Новорихин? Да, да, любимый мой. Мы с ним встречались. Ну вот, Новорихин. У нас много их. В общем, я вам просто вот хочу помочь. И вот это вот очень хорошее, понимаете, за неделю. Если за неделю не пройдёт, если у вас всё запущено, значит, 5 дней, через 10 дней, 5 дней пропускаете и снова начинаете мазать. Но у меня, слава Богу, прошло за 5 дней. Хорошо, благодарю, благодарю. Спасибо, любовь, тебе. Дай Бог тебе здоровья. Ты уж извини, я так... Я не знаю, как у вас отчество, но Михаил Михаил. Ну да, отец Михаил можно, Михаил Сергеевич, как хочешь. Просто сейчас звонят очень много хитрецов всяких, и поэтому так с осторожностью я начал разговаривать, как ты видела. Да, ну брать надо телефон, брать надо телефон. Вот я бы вам не дозвонилась, если бы вы не взяли, да? А тут вдруг лечение хорошее. А надо было сразу и сказать, хочу предложить вам лечение ноги. А то я думал, кредит ты хочешь... Ну вдруг это не Михаил, знаете, вот что-то бывает, да? Я бы начала там... Ладно, любовь. Все это уже тонкости. В общем, я записал, больше того, я записал на видео наш разговор. Так что все услышат этот рецепт. Вот, дай Бог тебе здоровья. Пусть слышат, пусть слышат, потому что это очень хороший рецепт, понимаете? Здесь ничего плохого. Самое интересное, что я сегодня вспомнил про миновазин, поскольку уже вот диклофенаком я уже отравился. Не надо, не надо. Вот эти все... Диклофенак это очень плохой, он обезболивает, но он портит нам желудок. А это вам ничего не портит, это только легче. Поймите меня правильно. Хорошо. Вы сами понимаете, что тут ничего плохого нет. Но каждый день вот этот раствор вы не вымажете через на колено. Вот этим я пользовалась всю неделю, но каждый день вечером добавляла по чайной ложке миновазина, потому что миновазин испаряется. А, он испаряется. Хорошо. Да, но он испаряется, конечно, а остальное это все не испаряется. Да, согласен. Вот. Ну, все, мой хороший. Спасибо. Значит, ты в нашем приюте ангелов теперь, очередной ангел, который будешь всем помогать. Не ангел, не ангел. Ну, хотела помочь, понимаете, как-то увидела, Бог послал. Хотела помочь, да. Молодец. Все, благодарю тебя. До свидания. Вот, друзья, хороших-то людей на самом деле больше. Это вот злые, они активнее. Они вот от своей глупости, значит, несут все, что попало, делают, что попало. И некоторые такие же глупые, разевая на них рот, еще и поддерживают и начинают все это разносить. Ну, рецепт действительно хороший, я его попробую. У меня минвазин есть, я как-то им пользовался, просто тут немножечко забыл. Но вот здесь очень интересный посыл от этого человека, я услышал, точнее, его чувство услышал, которое говорит об особом чувстве хороших людей, которые у них есть, которое оно врожденное, это чувство. И давайте вот мы в следующей беседе как раз об этом чувстве и поговорим, поскольку так прекрасно о нем написал. Но, опять же, так как мы сейчас рассматриваем все Кропоткин, Петр Алексеевич Кропоткин, так что приходите на следующую беседу, которую я назову, наверное, знаете как? «Откуда берутся хорошие люди?» Да? Вот так давайте назовем. Потому что, ну, хороший же человек сейчас позвонил. И вы хорошие, потому что смотрите этот ролик и даже досмотрели до конца. Редко кто досматривает до конца. Так что здоровья вам всем, радости, приходите на следующую беседу. Аминь. 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 Продолжение следует...